Наш следующий докладчик там Маркус Ланграф, который работает на европейское космическое агентство. Он будет говорить о лифтах в космос и космических колодцах. Пожалуйста, поприветствуйте нашего докладчика. Спасибо. Кто из вас услышал про лифтах в космосе? Кто из вас умеет в это? Кто думает, что оно видит? Я надеюсь, что он увидит это. Я думаю, около половины думают, что это в действительности станет. Я хотел бы сегодня вечером сделать это особенное. Реально. Я также расскажу, что делает ИСА для того, чтобы пространство. Почему и как кто-либо из нас мог бы попасть на Луну и почему, собственно, ИСА, Европейское космическое агентство, хочет туда попасть. И затем, по сути, суть нашего доклада будет именно за пределами ракет. А также мы поговорим о тех преимуществах, которые мы получаем. Вы здесь сообщество. Что нас всех собирает здесь сегодня? Каждый из нас смотрит, ищет какие-либо преимущества, ищет что-то хорошее в том, чтобы встречать других людей. И благодаря этому и существует сообщество. Это право относится как к нашему обществу, но точно так же относится к любому другому сообществу, того же сообществу по освоению космоса. Луна-экспорейшн, в общем, и с ИСА, конечно. Хорошо, хватит уже. Почему вам? Перейдем к Луне. Немножко есть шутка, которую я вам сейчас прочитаю сейчас. Это некий фольклор вокруг Луны. А вы можете решить, что вы думаете об этом. И у вас может быть свое собственное мнение по поводу этих вещей. Есть один знаменитый человек по имени Билл Кейси, у которого своя Голливудская студия. Который сказал, что Apollo не был настоящим, а все было снято в Голливудской студии. Конечно, вы все знаете, что в 1972 году программа «Аблон» была закончена. В 2010 году, когда мы говорили уже о космосе, мы говорили, что якобы мы уже были на Луне. Есть еще один интересный фильм по названию «Iron Sky», то есть «Железное небо». И, конечно же, в этом фильме телефон звонит и спрашивает, кто же эти люди. Нация, слоны. Это интересный фольклор по поводу Луны. Вдохновляющий. Теперь вернемся к следующим фактам. Если мы говорим про мы, то я говорю про наших европейцев. То есть каждый раз, когда я говорю о европейском комическом агентстве, я говорю о всех наших европейцах. Если кто-то из вас не из Европы, то представьте на минутку, что вы сейчас европейцы. Мы европейцы и все мои исследователи. Мой родной город – это в Хессене. Несколько дней назад я туда приехал, и там я сфотографировал. И он сделал это под контрактом нового человека в Касселе, который спонсорил художника и сфотографировал, чтобы приехали в его суд и участвовали о сфотографе. То есть у нас был известный человек в 18 веке, который спонсировал ученых, которые занимались исследованием космоса, неба. Это часть нашего культурного наследия. Этот великолепный человек, он тоже является правдуком друг другого известного человека, который. В это время звезды изменились свою позицию. Этот человек, Юст Берги, сделал звук. Извоза определенного аппарата, которые были настолько точны, что… То есть настолько высоко точны, что они измеряли секунды. То есть по сути можно сказать, что секунды были изобретены в моем родном городе. Теперь вы понимаете, что если не было бы секунд, то наши, собственно, наручные часы были бы в проблеме. Но вы видите, что каждый наш день был занят исследованиями и исследованиями. Но теперь поговорим о расследовании. Здесь небольшой аргумент против Обамы. На самом деле, что Луна – это в основном не исследование страны, не исследованное место. В книге «Новая Луна», опубликованная в 2013-м издательством Кембриджского университета, говорили, что есть новая Луна. Многие из наиболее драматических последних научных открытий в планетной астрономии и Луне. Только лишь последние пару лет лунное исследование вновь стало ускоряться. И многие не осознают, насколько быстро наше знание Луни изменяется. То, что вы видите на нижней картинке, это очень таинственный район, так называемый Айна. Это место вулкана. То, что вы видите здесь, это более яркая часть. То есть это, наверное, такая более известная часть Луны, в то время как большее часть Луны все по-прежнему остается еще не исследованной и темной. Есть настолько много еще вещей, которые можно исследовать, что, как скажем, если бы пришельцы пришли на Землю и попали в какую-то пустыню Гоби и сказали, что мы побывали на Земле, это также утверждает, что мы побывали на Луне. Вот здесь текст, пожалуйста, вы можете прочитать его уже после доклада, а потом поговорите со мной. Сейчас читать не обязательно. То есть есть две школы мысли. Первая говорит то, что ресурсы у нас на Земле заканчиваются, то есть и в какой определенный момент они закончатся. Другая же школа мысли говорит о том, что ресурсы безграничны и нужно ориентироваться на Вселенную. И вот один из исследователей, который тоже был частью команды Брауна, который нацист, который ехал в США и возглавил потом космический проект США, тоже попреседовался этой второй школы мысли. Футопланктон обнаруженный эволюцией сам обнаружил, что можно из солнечной энергии получать энергию и сохранять ее. Таким же образом, человеческое развитие тоже является своего рода эволюцией. И нам удастся преодолеть это. Как мы это преодолели? Это на самом деле тоже достаточно ясно. Мы будем использовать ресурсы не с нашей планеты. Третья причина, почему нам нужно использовать Луну, это вот вы видите здесь гравитационную воронку, создаваемую Землей. Но Луна создает, тоже определенно меняет, немножко изменяет эту гравитационную воронку, так что, используя которую вам будет легче достигнуть как поверхность самой Луны, так же выйти в дальний космос? В нашей группе это так, что если мы можем подраться на чего-то, то мы должны сделать это. А сейчас поговорим о том, почему же так сложно туда все-таки попасть, на Луну. Изначально в 1895-м русский ученый Циолковский сформулировал уравнение. Которая описывает единственную манеру, как попасть в космос. То есть, если я сейчас иду по сцене, то я, по сути, отталкиваюсь от сцены, или другими словами, отталкиваю сцену от себя. Если бы поверхность была скользкой, я бы просто упал. Но в этом случае мне бы пришлось использовать какую-либо другую силу, чтобы позволить мне двигаться. У нас есть разница в силах дельта. В нижней части вы видите те числа, которые не настолько важны. Но очень важно попасть с низкой орбиты к близости Луны, а затем миг поверхности Луны вам необходимы 2000. Если вы знаете, что наши сегодняшние технологии ограничивают нас, и это все объясняет, почему нам нужны огромные ракеты, даже для того, чтобы отправлять небольшие грузы в груз. То есть, у нас есть та же ракета «Ариан» в нескольких сотен тонн. Всего лишь для того, чтобы отправить какие-то 10 тонн в космос. Здесь вот видите таблицу, сколько стоит сегодня, если вы хотите отправить что-либо в космос. То есть, запусковая установка, например, будет 110 тысяч евро за килограмм. Но если вам нужно принести назад с Луны, то это уже будет 10 миллионов евро за килограмм. То есть, даже если вы придумаете свой самый дорогой металл, материал, который существует в природе, все равно не имеет никакого смысла добывать ее на Луне. Единственное, что могут, конечно, сделать частные и космические извозчики, они могут понизить эту цену. Да, но все равно она не будет настолько низкой, чтобы экономически оправдать добычу с космосом. Если у вас есть большая ракета, то это более expensive, но уровень увеличения меньше, чем 1. То есть, для каждого килограмма вы платите меньше, если у вас большая ракета. Но при этом здесь есть определенная экономия на масштабах. То есть, когда вы закупаете больше килограмм, то это становится дешевле. То есть, скажем, запустите несколько тонн может быть дешевле, чем запустить несколько килограмм. И в Европейском космическом агентстве существует программа, чтобы доставить нас с Луны. Опять же, самая большая проблема – это получить доступ к Луне. Именно поэтому есть самый верхний слева прямоугольник. Затем, сверху справа – это surface operations, то есть опираться на поверхности. Затем, что нам нужно? Нам нужно поменять транспортное средство, когда закончилось, скажем, топливо, то есть выбросить его. Нам нужно приземлиться, а также нам нужно потом подняться с поверхности Луны, что тоже тяжело. То есть вы можете дальше разлагать на небольшие проблемы. И именно по каждой из этих проблем у космического агентства есть тоже программа по решению этих проблем. То есть мы работаем над созданием космического устройства, для которого могли бы перемещать людей. То есть вот этот модуль, в котором можно жить, и не только Луне, но и в том числе и в более дальнем космосе. И мы работаем с Роскосмосом, российским космическим агентством, над созданием камеры к 2018 году, которое бы позволило нам подойти к приземлению на Луне. То есть у нас есть консорциум международных партнеров, вместе, которые выполняют, состоят как и роверы, которые бы путешествовали по поверхности, Луны. То есть роль европейского космического агентства именно хочется сделать именно на спуске, запуске, то есть доставить до Луны. Другая проблема, которая будет, это обитание на поверхности Луны. Она, конечно же, не такая сложная, как обитание в открытом космосе, но по-прежнему сдаются большие проблемы. Еще одна тема, которой нужно заняться, это получение ресурсов с Луной. Не обязательно для получения денег, но для поддержания жизни на станции, на лунной станции. Здесь пара стрелочек, которые показывают, каким образом мы бы хотели развивать этот проект во времени. Первое — это буровая установка и камера, то есть опять же к 2020-му, 2021-му с Роскосмосом. Затем в 2018-м мы запускаем обитаемый модуль где-то в 2020-х, возможно, раньше. Вот здесь интересная демонстрационная миссия где-то в середине 20-х. А затем Европейское космическое агентство планирует уже после этого в серию миссий с людьми. То есть это то, чем мы занимаемся сегодня. И я обещаю вам, на самом деле это все реально. Но давайте же пойдем за пределы этого, за пределы ракет. Когда я сказал, что мы можем передвигаться в космосе только если нам удается что-то отталкивать от чего-либо, я на самом деле немножко лгал вам, потому что если у вас есть физическое соединение к какому-то орбитальному телу, то вы можете получить от него момент тела, который вы можете использовать. Представим себе длинную веревку, и на этой длинной веревке идет к центру Марса. В конце веревка достигает до поверхности планеты, и она также вращается в планету с тем же самым вращательной скоростью, как и сама планета. И вы поможете поведематься, опускаться по этой веревке. Я знаю, у вас головы полны вопросов, и я постараюсь ответить на них, и, конечно же, более широкое сообщество по космическому лифту тоже. То есть энергия — это не самая главная проблема. Опять же, нам нужно много энергии, чтобы пройти вот по гравитационному колодцу. Но это киловатт где-то на килограмм. А сколько киловатт стоит? Что-то где-то 30 центов в Германии. Опять же, это выше, чем у Франции, но все равно достаточно дешево. Ну, опять же, у нас есть электрический мотор, который, в принципе, позволяет передвигаться по этому канату. Гравитация тянет все это вниз, а центрифуга — вверх. То есть кабель, он все время натяну, и который определяет сила со стороны, сторонняя сила на кабель. То есть слева вы видите какие-то такие линии, которые — это свободное движение в в кабель, и мы говорим о максимуме где-то несколько сотен метров. Опять же, если мы идем на какие-то вибрации, то есть космическая вибрация, то кабель для Земли, а это кабель для Земли, было бы где-то 155 — где-то 144 километра длиной. И вы видите, что здесь свободное движение кабеля, которое создает определенные вибрации на кабеле. и вы, в принципе, можете затушить эти вибрации. Если же поднимающийся идет вниз, вверх по кабелю, у вас, опять же, будет определенная осцилляция, возможно, то есть кабель будет шататься в несколько метров, но, опять же, это допустимо. Но давайте поговорим о действительно сильных кабелях. То есть какие же у нас есть действительно прочные на прорыв материалы. Мы сейчас говорим о линии constant 1G without it snapping under its own way. То есть на какой длине произойдет разрыв кабеля под своим собственным весом. То есть углевые материалы могут доходить где-то до 11,3 километров длины. То есть это прочность на разрыв. Для для лифта Земли вам необходим примерно где-то 250 километров. Но у нас уже есть такие материалы, то есть тот же спектр 2000, полиэтилен, он имеет прочность 316 километров, прочность на разрыв. Почему нам важно из-за магии тейпа и была публикация Джереми Перисона в 1975, который объяснял, что в принципе вы можете сделать с любым материалом, в том числе и со стали. Но вам нужно просто сделать ее намного толще в центре гравитации, чем с другой стороны. для земли, для мягких материалов, элевейтор не доступен. Но при этом эта толщина становится такой, что для материалов, которые не просят на разрыв, в принципе это нереально. то есть давайте посмотрим на эту диаграмму здесь. То есть вот мы видим здесь полимеры и углепластики. То есть вы видите, что для Земли здесь было бы в тысячи раз толще. Но проблема не только в том, что сделать что-либо толще. Она в том, что начинается с сантиметра, а потом его нужно будет сделать ширину скажем в десятки метров. И опять же, если мы говорим о кабеле длиной более ста километров, то все это становится практически нереальным. Если представить о каких массах и объеме материала мы говорим. Для существующих материалов, если скажем у вас доля тейпер, то создание этого лифта в космос, оно возможно. И мы сейчас поговорим о ленточке, материале. У нас есть очень мало спутников, искусственных спутников вокруг Луны, с которыми этот кабель мог бы столкнуться. у нас нет атмосферы, чтобы сломать как-то этот кабель. Практически нет космического мусора вокруг Луны. Элеватор вокруг Земли достаточно научная фантастика. вокруг Луны вокруг Луны это в принципе можно сделать. фильмы, то не знаю, что я знаю. Одно слово по поводу того, как подниматься, по поводу лифта самого. это конечно серьезная проблема, но она далеко не самая сложная по всему проекте, по всей этой идее. я начну говорить о Клаймере. И там есть интересный концепт, когда у вас есть, скажем, электрический мотор, и у вас есть генератор электричества на основе солнечных лучей. То в принципе все это можно сделать. Ну, давайте опять же придем к тому, зачем вообще все нам это нужно. тот же лифт, лифт, космический. Опять же, физика, космическая транспортация, перемещение. То есть первое, что, если мы это сделаем, что, о чем мы избавимся, это сменение скорости. То есть один из ключевых компонентов уходит. то есть ракете нужно будет делать намного меньше работы. И не только этот номер, первое число уходит, но и второе также. От числа мы избавляемся. Потому что ваша ракета еще делает еще меньше усилия. То есть, по сути, вы можете, если вы сейчас запустите «Ариан-5» ракету, то вы доставите на орбиту где-то 7 тонн. При том, что сейчас это где-то примерно всего лишь 5 кг. то есть примерно менее 5 процентов, менее 10 процентов, извиняюсь. что может, в принципе, что у вас может быть практически просто бесплатное перемещение груза с Земли на Луну. Вот это компьютерная программа, которая публично доступна в сети, в интернете. Я покажу, еще не вернусь на самом последнем слайде. вот здесь вы видите на центральном кольце. Это центральное кольцо, и это лифт к Луне. так, я сюда поставлю зеленую точку. так, я вам сейчас возьму. так, вот это моя полезная нагрузка. так, давайте сейчас позвоним. Пускай здесь Земля вращается, вы видите здесь масштаб где-то 512 тысяч. пока Земля вращается, Луна также вращается, хотя в меньшем мере, как все это переходит в позицию прямоугольной 90 градусов, то мы просто отсоединяемся от кабеля и просто имеем как бы свободное падение под действием гравитационной силы. чем дальше от Земли, все становится медленнее. Конечно, каждый оборот Земли это один день, и в определенный момент вы можете получить такую траекторию, когда у вас будет рандеву, то есть встреча с мунным лифтом. используя которую уже можно будет опуститься на поверхность Луны. То есть у вас было бы прямое соединение с Земли на Луну и обратно. С Луны вы можете привести назад любой материал золото, платина с лунной поверхности к Земле, не используя никаких львов ракет. То есть нам бы принесло экономическую выгоду и этим можно было бы ставить на Землю энергию. то есть здесь на этой анимации мы показываем разные структуры. То есть мы, по сути, можем делать космические отели всего лишь потому, что вы хакнули небесную механику. И это, собственно, и является основной идеей, которая делает космический лифт. Интересные идеи. Последняя идея, последний пункт, о котором я вам сказал, хотелось бы сказать, это то, что у нас еще один будет доклад от моего босса в 8 вечера в комнате 1, который будет говорить о деревне на Луне. И последнее слово для сообщества. Здесь будут пара ссылок, адреса электронной почты, которую вы можете использовать, чтобы загрузить презентации и узнать больше о космическом элеваторе. Извините, космическом лифте. Спасибо. А теперь у нас есть практически полчаса на вопросы-ответы. Пожалуйста, устраивайтесь у микрофонов и для вопросов-ответов микрофона по всему залу вставайте в очередь. И, конечно же, у нас есть и вопросы с интернета. Если вы в чате смотрите, начнем с микрофона 2. Начнем с микрофона 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за ваш доклад. Что мне было интересно, это то, что вы совершенно не упомянули, если бы возникли какие-то дополнительные проблемы с кабелем, ну, будь они вызваны либо по гравитации, то есть были ли бы они действительно серьезными проблемами? Спасибо за вопрос. Я, конечно же, не упоминал это. И ответ в том, что согласно модели Пирса, то можно сделать нагрузку на кабель одинаковой по всей длине, при условии, что мы делаем основание более толстым. То есть мы уже думали об этом, конечно. just a little announcement. Please try to be quiet. And if you need to leave, leave very, very quietly. And if you don't have to leave very urgently, just do us a courtesy and wait until the end of the talk. Thank you. Could we get an internet question, please? Пожалуйста, вопрос интернета. Could we get a microphone, please? Передайте микрофон, пожалуйста. Okay. Известно ли, как лифта, собственно, повлиял бы на самовробрание, на вращение Земли? Это совсем не влияет. Если мы присоединим кабель несколько тысяч тонн, то это никакого влияния… То есть даже кабель 100 тонн, да, они ничего не изменят? Николей, мне кажется. Есть ли импликации от старта и смыслы? По сути, как эта программа повлияет на другие программы космического освоения, которые уже развиваются? И ответ, безусловно, это сильно повлияет на миссии, и к Марсу, и даже таким удаленным, как Центаврия. Просим о Центаврии. Спасибо за хороший доклад. Я постараюсь очень быстро прочитать вопросы. Мне кажется, что большинство причин для того, чтобы дойти до доказательства Луны, кроме науки, это, конечно, могли бы быть решены намного проще. Я думаю, к примеру, одну из причин – это заправка космических кораблей или с тех же самых… Но почему бы там для этого, скажем, можно… Почему не добывать тот же топливо с астероидов, что было бы, наверное, легче? Это хороший вопрос. И я думаю, конечно, мой босс ответил бы на него лучше, но дайте мне попробовать. Да, и моя работа, на самом деле, смотреть на разные архитектуры, на самые разные пути. И ты абсолютно правы, то есть если бы у нас была основной целью именно перезаправка, заправка космических аппаратов, то, конечно же, Луна – это не лучшее решение. И вы в этом правы, конечно. Но есть и другие причины для постройки этого лифта. То есть если вы хотите, скажем, экономически эксплуатировать Луну, допустим, добыча ценных материалов, ценных полезных ископаемых с Луны, то это уже является экономической причиной, экономическим обоснованием для этого. Но давайте поговорим об этом после. Есть ли у нас вопросы с интернета? Вы рассматривали нанотрубки, либо же графитовые материалы, углеводные нанотрубки? Были ли бы они хорошими материалами для космического лифта? Да, конечно же, это отличные материалы, но у нас их пока еще нет. Я читал доклад про то, как… Я был тогда немного молодой, и я тогда был не уверен, но там я именно то писал… Почему нанотрубки… Поскольку нанотрубочки у нас… У нас просто их нет. Мы еще не научились их изготавливать. Так, еще один вопрос. Вы говорили о том, что у нас есть материалы, чтобы построить лифт на Луну. Но у нас нет пока таких материалов, чтобы построить лифт на Земле. У них нет таких материалов у нас? Да, вы правы. И я продолжал выступить с докладом в следующем году. Да, у нас, конечно же, все-таки есть разные варианты, но все они не являются какими-то безопасными. Они имеют свои проблемы. И этим занимается целое общество, которое старается сделать это возможным. Но главное же преимущество, которое бы дало нам, не знаю, операционное преимущество по эксплуатации, если бы мы создали именно вот этот лунный лифт. Разве вам не нужно топлива на борте, чтобы оно двигало… Чтобы перепозиционировать его. Да. Да. Мы собираемся использовать либо электрическую энергию, получаемую из Солнца, либо же различную электромагнитную силу Земли. Когда вы приедете на лунный, можете вы свободно выбирать пункт, где вы приземляетесь. То есть, можете ли вы, по сути, перепозиционировать свой лифт, чтобы выбрать, где вы именно приземлились? Да, у нас есть публикация по этому поводу. То есть, по сути, просто изменяя именно высоту, позиционируя. Но, на самом деле, когда вы уже на поверхности, вы все же можете уже просто ехать, как на машине. Да, безусловно. И вы правы. Потому что с той же ракетой мы можем свободно выбрать место, где приземление. С лифтом это не настолько просто. У меня есть вопрос на счет ошибок, и как это различается между Землей и между Луной? То есть, во-первых, кабель на Луне, если он отсоединится, то, то есть он, конечно же, он просто будет уничтожен при столкновении со поверхностью Луны. Это приведет к тому, что практически весь материал будет разрушен, ну, и еще где-то 10%, и 90% окажется на поверхности Луны, а еще 10% просто улетят в космос. У нас не все, на самом деле, конечно же, изложилось в своем докладе. Но мы предпринимаем меры к тому, чтобы кабель, в принципе, вообще никогда не порвался. Я видел на ваших слайдах, что исчисление кабеля было бы 250 километров. По сути вопроса, да. Каким образом вы пришли к тем числам, которые вы получили? То есть, как вы получили тоже 250 километров при тех длинах, которые были? И вообще, возможно было бы отправлять людей таким лифтом? То есть, ответ, единственная причина, почему у нас вообще такие программы космические есть, потому что… Вы не можете делать людей маленькими. Да, если бы могли, то это было бы все намного проще. Технически у нас есть маленькие люди, очень маленькие люди. Можем ли еще один вопрос интернета? Пожалуйста. Да, вопрос не понял. Оба. То есть, источником энергии он мог бы быть, или в зависимости от того, какого материала вы выберете. Но для Луны это нет. То есть, наверное, вопрос был, можно ли именно пускать ток по материалу, который будет использоваться для построения лифта. Вопрос сказал, то есть, космический лифт был бы невозможен с теми материалами, которые у нас сейчас есть. Что по поводу… Не расслышу. То есть, вы спрашиваете по поводу… То есть, мы пытаемся соединить оба конца кабеля к Земле. А, я вообще никогда не слышал об этой концепции, но на самом деле спасибо за это. То есть, вы говорите, по сути, о зацикливании. Ну, наверное, звучит интересно. И позвольте мне, конечно, исследовать это причем отличный вопрос. Если вернуться к вашему вопросу в начале, вы это видели в нашей жизни или нет? Можем ли примерно оценить, насколько далеко эти исследования продвинулись? То есть, если бы был президент Амира, то я бы сказал 2015 год. На самом деле, многое зависит от решения, которое принимается на глобальном уровне. То есть, вы сейчас посмотрите администрации, там, США или здесь, в Европе, которые не способствуют получению глобального знания. Ну, если мы примерно посмотрим на лунную программу европического агентства, то я, в принципе, уверен, что к середине 30-х годов у нас будет постоянное поселение на Луне. А затем необходимость к тому времени... Даня, грузы, она заставит именно людей построить этот космический лифт. По поводу добычи ресурсов. То есть, по сути, насколько всё это экономически лучше или хуже по сравнению с теми же ракетами Илона Маска, которые можно использовать несколько раз на граждане. И ответ... Ну, космический лифт позволит нам снизить цены, там, где-то с десятка миллионов за килограмм до... намного меньших цифр. Но при этом космический элеватор, он всё равно позволяет получить намного большую, намного меньшую стоимость отправки груза. Но, опять же, чтобы построить его, это тоже будет непросто. И нам нужна инвестиция в бизнес. И если бизнес не будет заинтересован, или кто-то ещё не даст нам деньги, то никогда это построено не будет. Спасибо, Илона Маска. С точки зрения доклада, я понял так, что это возможно сделать лифт на... То есть, какому времени мы говорим? То есть, на самом деле у нас нет как такого программы именно по построению этого космического лифта. То есть, чем мы сейчас занимаемся, это просто исследование этого проекта. И для чего мы это делаем? Чтобы все, с кем мы работаем в разные страны, всё-таки занялись этой проблемой. И некоторые из них уже действительно имеют какие-то временные рамки. Спасибо. Первое спасибо за доклад. У меня вопрос к аргументу, что нам не нужно рисковать между ними. Ну, по сути, что скажете по поводу аргумента к тому, что, в принципе, людям в космосе делать нечего, это дело для роботов. Так, но представьте на секунду, что я немного умнее, чем на самом деле я есть. Ну, во-первых, действительно, цена доставки грузов в космос очень высокая. Не забывайте, что за каждый евро, который мы инвестируем, они получат 5 евро назад. Второе, это то, что космос сегодня, это примерно 1% или даже менее 1% национальных расходов. То есть это не является большой частью национальных бюджетов. Четвёртый, риск был бы только риск для космонавтов. Второй момент, да. То есть когда мы говорим о космическом риске, этот риск – это только риск для тех космонавтов, которые летят. Да, то есть вам, те, кто останутся на земле, у вас риска особого нет. То есть это и есть риск. Да, но опять же к аргументу, то есть можем ли всё это сделать без людей? То есть я не то, что поддерживаю этот аргумент, мне интересно ваше мнение. То есть зачем мы всё-таки продолжаем, хотим настолько отправлять людей? Ответ – я не хочу, я не могу исключить, что в один день у нас будут действительно умные машины. Приводит какую-то шоку так, смысл которого в том, что… у нас есть миллионы и миллионы евро, чтобы потратить на эту вещь. Что, скажем, миллиарды долларов тратится отраслью безопасности. И вы же давно уже десятки лет уже говорили о том, что будут у нас какие-то умные роботы, но уже десятки лет ждём, и их нет. То есть, да, возможно, конечно. Да, это замечательная вопрос, и я забыл это в моем парке, и извините за это. Вообще, каким образом мы всё-таки сможем построить этот кабель? Каким образом мы его будем строить? Да, классный вопрос. То есть, ракета могла бы доставить кабель на сотни километров, на сотни километров, и к этому моменту, к той точке стабильности. Но, опять же, когда уже доставлен, то кабель уже будет оставаться там десяток лет. По ним можно понимать и спускать вещи. Так часто, как ты хочешь. Опять же, посмотрите, пожалуйста, те ссылки, которые привожу, там много вы там указываете. У меня два вопроса. Первый. Каким образом мы собираемся построить этот кабель? Транспортируем ли материал с Земли или на Луну, либо же мы будем использовать местный материал на Луне? Второй вопрос. Как мы, собственно, построим кабель, используем 3D-принтеров или как? То есть, первая часть вопроса. Оба варианта существуют. То есть, да, мы можем принести материал с Земли на Луну. Это более безопасный вариант. Либо же мы можем построить, по сути, как целую цепочку, когда мы приносим по кусочкам материал и добавляем на него по цепочке строим. По чуть-чуть. На самом деле, я специально не поставил много слайдов в свою презентацию, потому что я хотел, чтобы вы мне задавали больше вопросов. То есть, да, мы предусмотрели, что даже если одно из кольцов будет порвано, то весь кабель не порвется. Что, собственно, должно позволить, чтобы командам подняться вверх и починить кабель. Либо же вниз подняться, опуститься и починить его. И отрегулировать. И отрегулировать. А вот этого элеватора. То есть, я уже читал недостаточно много публикаций по этому поводу. Мне вот интересно, насколько времени заняло бы поднять, скажем, человека с Земли до Луны? Вы видите, стратегия глобального исследования космоса предусматривает, что, по крайней мере, до 2025 года у нас международная орбитаемая станция. И, собственно, можем ли мы её использовать, как то, чего, собственно, отпрыгивать? Отпрыгивать для отправления людей к Луне. Да, я знаю, о той книге, о которой вы говорили, она хорошо рассматривает именно сенсивный экономический эффект пребывания на Луне. Честно говоря, там очень интересные аргументы приводятся в книге, и, честно скажу, я не все из них конкретно просмотрел. Вот по поводу времени, мы говорим о месяцах, и, в принципе, мы можем немного это ускорить. То есть мы, конечно же, можем идти, наверное, и сотни километров в месяц. Но, опять же, это всё-таки мы говорим о неделях в любом месяцах. И, опять же, спасибо за ваш вопрос. И здесь и Роскосмос, и НАСА, и Китайское космическое агентство. Могли бы вместе создать какую-либо промежуточную станцию для исследования красотики Луны. И, конечно, вопрос достаточно, возможно, по-моему, покажется наивным. Поднятие лифта, оно не будет ли создавать момента обратного момента? Да, но, понимаете, оно настолько маленькое, что, скажем, даже кабина в одну тонну, извините, две тонны. То есть, поднятие лифт две тонны, приходилось бы примерно вот около сотни тонн кабеля. Тысяча, извините, тысяча. И всё это можно компенсировать небольшим движением, чуть-чуть ниже. Горизонтальным движением. Это горизонтальное движение может предоставить энергию для соединения, для стыковки. И когда вы стыковали кабину, но это небольшие изменения. И, опять же, всё это осцилляция, которую можно компенсировать в горизонтальной плоскости. Допустим, мы построим клеветер на Луне. То есть, насколько он был бы вообще полезен? А полезность его, так мы вернемся к этой картинке, вот здесь. То есть, мы с него убираем дельту, то есть, разницу наполовину. То есть, мы вдвое уменьшаем затрат на составляющие. Достаточно ли это для экономики? Я не знаю. Вопрос. Вы говорите про экономику. Есть ли консенсус по поводу того, кому принадлежит Луна? На самом деле, есть консенсус официальный ООН, который говорит о том, что никакая нация, никакая страна не может владеть Луной. И это относится в том числе и к компаниям, к фирмам, потому что они также юридически относятся к той или иной стране. Но как все это будет, кто его знает. Уже сейчас уже много дискуссий по этому поводу. Я думаю, нам просто нужно подождать. Возможно, у нас есть шанс оккупировать Луну. Вопрос из интернета, пожалуйста. Если путешествовать из Луны на Землю, то нужно использовать Луну. Не нужно ли какое-то топливо, да? Нет. Потому что мы бы совращались с Землей. Конечно же, если есть какой-то ветер на высоких, на больших высотах, то есть первые где-то 140, скажем, 140 тысяч. Нет, нет. Но это когда математика на сцене, это просто ужасно. Попробуйте в один день. Когда-нибудь. То есть первые где-то 99,9% кабеля будут в вакууме. И последние кучу сих всего лишь будет где-то 30 километров. То есть лишь 30 километров будут в воздухе. И вы будете чувствовать, что воздух становится более плотным. Но на этом моменте вы все еще находитесь в лифте, в кабине. Еще последнее вопрос. Из номера 1, пожалуйста, сделайте шат, если вы хотите. Так, вы сделаете его, пожалуйста, так, коротким. Спасибо за хороший доклад. На самом деле, мой вопрос достаточно простой. Применция такой же, как и который только что был. То есть хорошо, скажем, да, вы ответили на то, что, да, кто бы владел Луной. А мой вопрос, кто бы владел самим лифтом. Думаете ли вы, это был бы на самом деле публичный проект? Либо же в частном. Отличный вопрос. Я действительно не продумал это. Но мой ответ был бы, вполне вероятно, что он был бы частным. Потому что преимущества, которые мы получаем, они действительно преимущества бизнеса, экономия на издержках. Потому что это огромная инфраструктура. Но, то есть, возможно ли, можно ли, в принципе, построить такой огромный проект, такой крупный инфраструктурный проект, не учитывая интересы разных стран, потому что не все страны могли бы быть довольны таким проектом. То есть здесь пройдем к такой геополитике. Эту проблему писал Кляк в своей книге. Очень хорошо. И у меня нет ответа для вас. Пожалуйста, поаплодируем будущему президенту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!